Здравствуйте, друзья! С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии. В сегодняшнем выпуске. Рокстар уверена, что осень на ПК длится до января. Бэтмен никуда не спешит. Resident Evil Revelations 2 подражает сериалам. Destiny, как и ожидалось, бросилась с места в карьер. Масштабный ММО-проект Bungie, на разработку и поддержку которого, по некоторым данным, отведено около полумиллиарда долларов, стал самой предсказуемой игрой в истории по новой IP. Самой быстро продаваемой игрой той же категории по итогам первых суток, а также рекордсменом по скорости цифровых продаж среди консольных игр. Теперь у Activision на руках есть настоящий блокбастер, который обречен вырасти в полноценную медиафраншизу. С бесконечными DLC, комиксами, фильмами и всем, что положено. Мнение нашего рецензента об этом коммерчески успешном релизе вы сможете узнать уже сегодня. Он последовал совету самой Bungie и провел в Destiny не один десяток часов, прежде чем сесть за написание материала. Успешным стартом также отметились виртуальные человечки EA Maxis. The Sims 4 возглавила британский чарт, пребывая в статусе ПК-эксклюзива. Последний раз такой фокус удалось провернуть с Guild Wars 2 в сентябре 2012-го. Пока что Electronic Arts не сообщила конкретных цифр, но есть подозрение, что с продажами игры все не так радужно, как хотелось бы. На что намекает сообщение, оставленное продюсером The Sims 4 на официальном форуме проекта. В нем сказано, что о продолжении не может быть и речи, если четвертая часть не окажется успешной. Само по себе такое заявление еще ни о чем не говорит. Куда красноречивее то, что вскоре оно было безо всяких объяснений удалено. А может мы просто делаем из мухи слона и видим в этом нечто большее, чем есть на самом деле. Techland снова изменила дату выхода Day in Light. На этот раз премьеру зомби-экшена немного приблизили, они в очередной раз отдалили. Он поступит в европейскую розницу 30 января. Не октябрь, конечно, как обещали в самом начале, но тоже неплохо. А вот у Creative Assembly все точно. Мастер-диск Alien Isolation уже отправился в печатный цех, так что лишь катаклизм планетарного масштаба или внезапная прихоть какого-нибудь из боссов Sega смогут повлиять на дату выхода. Напомним, что появление Чужого на космической станции Севастополь намечено на 7 октября. Туман вокруг даты выхода Next-Gen версии GTA 5 наконец-то рассеялся. Rockstar официально объявила, что на PS4 и Xbox One златоносный криминальный боевик появится 18 ноября, а владельцам ПК придется ждать до 27 января следующего года. Обновленный вариант экшена, помимо уже озвученных потребностей, увеличит количество игроков в GTA Online до 30, а также сможет принять на борт весь ваш прогресс и старое сохранение. Доработанная графика настолько хороша, что даже код на одном из свежих скриншотов смеет отбрасывать мягкую тень. Зная любовь Rockstar к оптимизации, можно предположить, что дешевле будет купить консоль, чем потратиться на апгрейд. Весть о дате выхода ПК-версии GTA 5 была встречена игроками, мягко говоря, без энтузиазма. Но это покажется сущей мелочью по сравнению с тем, что сообщили ребята из Rocksteady. Их третья игра о Бэтмене должна была попасть на полки магазинов в октябре, однако затем было принято решение о переносе даты выхода, по слухам, на февраль. На самом же деле выяснилось, что Batman Arkham Knight поступит в продажу аж 2 июня 2015 года. Хоть немного подсластить пилюлю должен анонс двух коллекционных изданий. Каждая из них включает 80-страничный альбом с иллюстрациями, металлическую коробку для диска, три виртуальных костюма для Бэтмена и комикс. Limited Edition стоимостью 100 долларов добавляет к этому набору статуэтку Темного Рыцаря, а в Batmobile Edition положили детализированную модель машины супергероя из игры. Этот комплект стоит на целую сотню дороже. На сайте Middle-Earth Shadow of Moda другой игры издательства Warner Bros. был замечен логотип WB Play. Любопытные журналисты тут же затеяли расследование и раскопали информацию о регистрации торговых знаков, из которой стало понятно, что компания готовит цифровую платформу для дистрибуции игр. Официальных подробностей пока что нет, но скорее всего у Uplay и Origin появится новый друг, вместе с которым они будут лелеять надежды на свержение Steam. Bloomberg, The Wall Street Journal и несколько других уважаемых ресурсов заявили, что Microsoft планирует приобрести студию разработчика Minecraft. Сумма сделки якобы составляет 2 миллиарда долларов, а сам договор может быть подписан уже на днях. Самое интересное, что переговоры начались по инициативе Маркуса Персона, который обратился к Редманской корпорации несколько месяцев назад. Все это осталось без комментариев со стороны Mojang и Microsoft. Resident Evil Revelations 2 еще не вышла, а уже успела испугать самых впечатлительных фанатов. Нет, не скриншотами или жуткими роликами, а тем фактом, что игра будет распространяться в сериальном формате. Сиквел Revelations разделили на 4 части, которые будут выходить с недельным интервалом. За каждый кусочек придется заплатить 6 долларов, а полный комплект обойдется в 25. Лишний доллар Capcom объяснила наличием в издании дополнительного контента. Впрочем, свежий трейлер действительно способен пыщикатать нервы и вселить надежду на то, что атмосфера Revelations 2 будет выдержана в лучших традициях первых частей серии. В нашей нерегулярной номинации самый хардкорный геймер месяца уверенно победил Бенджамин Гвинн, который прошел Dark Souls за 11 часов. Само по себе достижение невелико, если бы не оружие победы. Им оказалась не клавиатура или геймпад, а гитара для рок-бэн. Гвинн не имел возможности блокировать удары и проводить усиленные атаки, а также мог поворачивать камеру только влево. Но подобные мелочи не смогли помешать этой проклятой душе. Горячие головы, желающие повторить сей подвиг, могут найти подробную инструкцию по настройке управления на Реддите. Если вы все еще ждете сиквел Alan Wake, то продолжайте ждать. Когда-нибудь он обязательно появится. Примерно в таком духе высказалось лицо Макса Пэйна и по совместительству творческий директор Remedy Сэм Лейк. Сейчас, говорит лицо, мы целиком сосредоточены на разработке Quantum Reef. Но не думайте, что мы забыли о грядущих наших играх. Просто для разработки Alan Wake еще не наступило подходящее время. Очень надеемся, что так и есть Макс, то есть Сэм. Что будет, если разработчик забудет прикрепить текстуры к объектам? Получится Ultra World, сюрреалистическое приключение от дизайнера уровней Crysis 3 Джеймса Бича. Кроме шуток, проект выглядит и играется весьма необычно. Если вы знакомы с Proteus, то почувствуете себя как дома. Всем остальным стоит знать, что ураганной пальбы и нано-костюма, как в прошлой работе Мистера Бича, тут нет. Зато есть неторопливое изучение мира и поиск выхода из различных ситуаций. Ultra World уже можно приобрести на ее официальном сайте, а также поддержать в Steam Greenlight. Жизнь старушки PSP клонится к закату. Sony отключила доступ к портативной консоли к сети PSN в Европе, Азии, Океании и отдельных частях Африки. Решение относительно Северной Америки пока не принято. Но еще в январе поставки новых экземпляров в регион были остановлены. Корпорация поспешила заверить владельцев системы, что они по-прежнему могут покупать контент в PSN и загружать ранее приобретенные игры. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Геймсбленда. На прошлой неделе Double Fine довела код Hack'n'Slash до релизного состояния и вывела игру о взломе игры за пределы сервиса раннего доступа Steam. Берите USB-меч в руки и вперед, отладочный интерфейс ждет. Во вторник обладатели PS Vita получат возможность прикоснуться к экрану своей консоли, чтобы за руку провести нарисованную девочку по темному и мрачному миру двухмерной головоломки Мурасаки Бэйби. В пятницу Disney выпустит улучшенную и дополненную версию Disney Infinity с подзаголовком 2.0 Edition, также известную как Marvel Super Heroes. В этот же день состоится европейский релиз Hyrule Warriors, ожидаемого эксклюзива для консоли Wii U, разрабатываемого студией Omega Force совместно с Team Ninja. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I'm Nolan North, and I'm playing the Black Hand of Sauron. I'm Troy Baker, and I play Talion in Shadow of Mordor. We've worked together in a few games. This is the first time that we've ever, like, really, in a performance capture setting, ever been, like... Yeah, we've been on other performance capture games, but our two characters didn't collide. When you take an interactive game to a performance capture studio, it's a completely different experience for the gamer. And for the actor. And for the actor. You know, and then for him to be able to come in here and do this great job with the lead character, Talion, and then... It's so much fun for me to be able to play the darker character. Now I give you no choice. We shall be sealed together in death. You know, through social media and through people's imaginations, they envision that Nolan and I have this huge rivalry, which is ridiculous. Which is ridiculous because we're friends. It's ridiculous. It's terrible. I can't even keep a straight face. Yeah, we hate each other. It's the worst. No! In a huge epic story, you have huge epic characters. And from the Black Hand to Talion to Celebrim Bordor, all of these characters have such a crucial thing to play. And one thing that I love specifically about this character is what does it look like when a normal man, an everyday man, is in this supernatural experience. And it all starts with a great story. It starts with a great script. And then great characters. All of which we have. I have a gift for you, Calibrim Bordor. Lord of the Rings was the first, like, epic saga that I was ever introduced to. And I remember just staring at the book and feeling it was like, there's volume one. It felt like such a daunting task. You can't read. Not everyone needs to know that. Can we cut that out?